Коррупционный скандал в Израиле с участием экс-премьера финишировал. Сегодня Ихуда Ольмерта приговорили к тюремному заключению за получение взятки. Сколько ему дали и сколько он взял, подробнее Сергея Услендер из Тель-Авива. Все когда-то случается в первый раз. Вот и в Израиле впервые за решетку отправляется бывший премьер-министр. Иерусалимский окружной суд признал Ихуда Ольмерта виновным в получении взятки и приговорил его к шести годам лишения свободы, двум годам условно, штрафу в 300 тысяч долларов, еще и конфискации имущества на изрядную сумму. Наказание очень суровое, при том, что господин Ольмерт утверждал несколько раз, он не брал взятки и никто не пытался его подкупить. Дело Холли Ленд прокуратура расследовала несколько лет. Следователи установили, что во время строительства элитного жилого комплекса в одном из районов Иерусалима, руководство города, включая двух мэров, скажем так, поучаствовало в поручении разрешения на строительство и последующем сопровождении этой стройки. Ихуд Ольмерт, который лично курировал этот проект, получил взятку от владельца строительной компании, который за это сядет на три года, строительный подрядчик на три с половиной, и оба будут должны заплатить крупный штраф. Вообще обвиняемыми по этому делу проходило несколько человек, среди которых были и высокопоставленные чиновники Иерусалимской мэрии. Это очень грустный день для Израиля, но и одновременно счастливый. С одной стороны, человек, который был премьер-министром, признан виновным в коррупции и приговорен к такому суровому наказанию. С другой, это урок для всех политиков. Отбывать наказание осужденные по этому делу должны с первого сентября этого года. Встречать Ихуда Ольмерта в тюрьме готовятся по первому разряду. Создана даже специальная группа, которая будет решать, в какой тюрьме, в какой камере, в каких условиях будет содержаться бывший премьер-министр. Все дело в том, что чиновников такого ранга положено охранять еще определенное время после отставки, как носителей государственных секретов, и возникает определенная коллизия. То есть, с одной стороны, Ихуд Ольмер должен отбывать заключение в тюремной камере, а с другой стороны, вместе с ним должны находиться его бодигарды из службы безопасности. Но в любом случае, защита заявила, что будет обжаловать решение суда. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер.